Золотое яблочко по блюдечку катается, а в берестяной туесок холодный квасок наливается. Доброе здоровье приносил людям напиток, выпитый из берестяной посуды. И сегодня мудрые и знающие хозяйки стремятся иметь на своих кухнях берестяных волшебников. В берестяных туесах хранят молоко и воду, мед и квас. Это идеальная посуда для сухих чаев и трав, муки и круп, а также горячих пирогов или свежеиспеченного хлеба. Горячие пироги, чтобы они не волгли, не отдавали сырость, чтобы сохранить температуру, сразу вываливали туес, закрывали крышкой, лишняя влага уходила через бересту. Береста принимала влагу, потом отдавала ее постепенно. Холодный квас, который утром наливали в туес и брали с собой на покос, в полдень оставался таким же холодным. А если налить в туесок парное молоко, оно сохранит свои полезные свойства в течение недели. Термостатические свойства, органолептические, меняет вкус обычной воды в туесе. Мед, чем дольше хранится, тем более целебными свойствами обладает в туесе. У туесов есть понятие оберега. Так же, как в одежде, вышивка горловины рубахи, рукавов и подола защищает своего хозяина, узорчатое обрамление берестяного сосуда ограждает содержимое от ненужных влияний. Знаки вот эти относятся еще к трипольской культуре. Вообще, это архетипы юнга, условно говоря. То есть, это знаки, не относящиеся к конкретному этносу, это проэтнические знаки. Относятся, то есть, это поздний каменный век, начало бронзового века. То есть, где-то 9 тысяч лет до нашей эры это было. Берестяная посуда приносит не только здоровье, но и радость. Не случайно это искусство дошло до нас в незменном виде с каменного века. Современные медики изобретают все новые и новые синтетические вещества от болезней нынешнего века. Оказывается, в русской бересте содержится сильнейший антисептик бетулин. Современным способом из бересты, из сухой, 100 грамм сухой бересты добывают 70 грамм кристаллического бетулина. То есть, чистого аптечного бетулина уже, лечебного. Прежде всего, показания, он мощный антисептик. Второе показание у него, это прежде всего, гепатозащитное вещество, вплоть до восстановления клеток печени. То есть, все отравления, циррозы печени и так далее, все это лечит. Причем, вещество редчайшее, нет противопоказаний для кормящих и беременных женщин и детям до года. И разовая доза в течение суток выводится из организма. Разовая доза может составлять 500 миллиграмм. Вот так и на березоньке русской при желании можно найти золотые яблочки. До следующего путешествия!